друзья всем большой привет меня зовут наталья я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании сегодня хочу вам показать свою готовую работу свой долговяз наконец-то я довязала это детский плед получился просто восторг пока вязала казалось так знаете вот сам узор какой-то неказистый немножко ну поскольку петли были не разглаженные да не стирала в то не делала но сейчас когда он полностью готов я от него в восторге очень красивый плед получился по нему будет мастер-класс в принципе тут особо то показывать нечего поскольку сам узор идет теневой но я все равно расскажу количество петель какое набирала вот здесь по краям да какое количество петель отводила как вязала на каких спицах по узору пробежимся с вами ну все важные моменты я в мастер-классе обязательно покажу и расскажу поскольку я знаю что очень многие ждут именно этот плед так теперь по пряже вязала напомню из пряжи yarnart джинс здесь у нас 55 процентов хлопок 45 полиакрил номер цвет у меня 01 и в 50 граммах 160 метров на плед ушло 7 моточков от 8 моточка я взяла вот совсем чуть-чуть если вы будете вязать для малыша для новорожденного там допустим даже на полгодика в принципе можете вязать полностью по моим расчетам по моим петлям единственное в конце вы вяжете еще один раппорт узора я довязала вот который у меня шел раппорт посмотрела по размеру и мне в принципе было достаточно поскольку у меня этот плед не для малыша а для съемки для фото я с сентября планирую запустить линейку детских изделий буду вязать и вот хочу на нем делать фотографии поэтому мне такого размера было достаточно по размеру он у меня получился метр десять на метр вот как раз если вы раппорт еще один вы вяжете то получится самый оптимальный размер для малыша так и у вас получается что нужно будет приобрести 8 моточков вот данной пряжи да если будете вязать с такой пряжи либо можно какую-то подходящую по метражу пряжу найти хлопочек детский полухлопок и примерно вот 8 моточков вам нужно но немножко останется все равно где-то семь с половиной наверное у вас уйдет сейчас когда на диване его расстелила я его не стирала я решила его отпарить я хорошо его отпарила просто отпаривателем и все все великолепно расстелила на диване и вот посмотрела на узор он смотрится как 3d очень красиво классно вообще потрясающий узор ну вот надеюсь сейчас на камере вам видно очень красиво получилось так еще кто будет вязать тоже такой плед а я здесь вот эти вот края так давайте разверну край пледа довязала просто обычные кромочные можно связать двойную кромочную просто вы две петли еще с боков добавите и связать двойную кромочную ссылочку я там на мастер-класс дам кто не умеет будет более аккуратный ровный край но в принципе и так получается довольно неплохо вот но можно связать и двойную кромочную будет более уже такой знаете он завершенный богатый смотреться если будете вязать либо в подарок может быть кому-то либо своим малыша можно сделать так либо просто обычными кромочными как я обойтись ну вот такой он классный большой получился очень довольна этой работой я начинала его вязать мне кажется начале лета точно уже не помню но где-то вот так и у меня вот довольно прилично времени ушло но поскольку я его вязала по чуть-чуть иногда между процессами своими не торопилась мне он нужен был к сентябрю и я к сентябрю его закончила чему и очень конечно же рада знаю что уже многие такой плед тоже вяжут девочки присылайте ваши фотографии мне очень интересно будет посмотреть то что у вас получается часто спрашивают куда присылать фотографии готовых работ ссылочки на мои соцсети всегда находятся внизу в инфобоксе под видео это вконтакте в одноклассниках инстаграм не помню одноклассники вот сейчас давала или нет но посмотрю хоть куда можете писать присылать фотографии и я буду вам очень благодарна и мне очень интересно посмотреть что у вас получается ну и по другим мастер-классам тоже что вяжите по моим мастер-классам что у вас получается тоже я всегда очень рада получать от вас фото отчеты кто меня первый раз смотрит хочу напомнить что я делаю такие иногда фото альбомы с вашими фотографиями делаю ролик на канале выпускаю и там показываю все ваши работы так ну что вот такая работа конечно трудоемкая вяжется знаете вроде и легко но в то же время постоянно требует он внимание так точнее схема поскольку здесь у нас теневой узор и каждый ряд нужно смотреть и провязывать где лицевую где изнаночную вот немножко запутался немножко не так провязал уже собьется узор вот в этом плане немножко сложновато да но я наловчилась потом уже просто вообще на одном дыхании его вязала и как-то особо труда и не составила у меня его связать вязала на спицах номер три с половиной по количеству петель по всему это я вам расскажу в мастер-классе сейчас если честно уже даже не помню сколько набирала но подниму свои записи и сделаю для вас ближайшее время ролик так ну что по этой работе это все показала вам похвасталась и очень я довольна так теперь хочу вам показать образец я связала образец для бактуса своего бактус платок я вам уже говорила да что хочу связать для себя сейчас на осень бактус платок решила вязать из пряжи yarnart джинс связала образец ну вот не знаю смотрите что я как бы придумала да все таки я буду вязать от угла не снизу на на треугольник расширения делать а от угла по одной стороне будет идти расширение на треугольник и вот эту верхнюю полосу я хочу вывязать узором а уже вот сам вот этот мысок будет лицевой гладью ну вот не знаю хочу такую модель и все я сейчас думаю насчет узора выбрала вот такой его конечно здесь не особо хорошо видно это идут знаете вот такие вот вот он видно листочек тут следующий пойдет листок и вот такие вот листочки здесь по краям значит у меня идут жгутики небольшие из четырех петель и поверху будет идти двойная кромочная как вот здесь вот по боковинке еще оформить этот момент пока не придумала посмотрим может быть накидами там сделаю буду в процессе вязания смотреть ну вот сейчас думаю я постирала образец и слегка отпарила полотно получилось такое пластичное тоненькая податливая в принципе для бактуса для платка мне кажется очень хорошо будет даже можно будет под куртку не обязательно наверх а вот под куртку одевать если не очень большой его связать мне главное всегда чтобы у меня была закрыта шея когда холодно на улице и поэтому я вот хочу вязать из тонкой пряжи но когда я связала вот этот образец он изначально был такой знаете как толстоватенький мне показался и поэтому я решила постирать и посмотреть уже что будет после стирки намного конечно мягче пластичнее эластичнее полотно вот видите как оно все играет хорошо да насчет узора просто сейчас думаю или оставить такой или что-то еще другое придумать не знаю ну вот так в принципе и неплохо конечно сейчас просто что образец маленький плохо видно эти листики но когда вот в объеме да по всей длине будут они идти это довольно симпатично получится по пряже теперь думаю вот с какой пряжи мне по оттенкам точнее да с каких оттенков вязать у меня по моточку есть вот такая пряжа еще есть сиреневый цвет но как-то вот сиреневый я здесь не вижу думаю совместить вот эти три цвета пряжа также как и у пледа yarnart джинс все те же обозначения розовый 18 цвет напомню серенький 80 так ну а этот не пойду уже где-то этикетку я забыла убрала так и спицы спицы три с половиной на трех с половиной я вязала образец думаю как сделать начну вязать одним цветом допустим сереньким по центру будет идти розовый из с другой стороны голубой трехцветный сделать единственное вот эти переходы по цвету тоже вот не знаю я вязала уже также трехцветную маечку с этой же пряжи там только другие оттенки были там я переходы делала через два ряда допустим серый закончила 2 розовых 2 серых 2 розовых и пошла серым вот так по моему я делал ссылочку вам оставлю можете посмотреть о какой маечке я говорю теперь здесь думаю делать такие переходы или сделать сразу резкий переход то есть серый цвет закончился пошел розовый закончился пошел голубой не знаю посоветуйте девочки как вам кажется будет интереснее и симпатичнее смотреться ну в принципе пряжа мне нравится она мягкая приятная тактильная вот к телу будет очень хорошо и вот поверху этот узорчик будет идти где шея и тем более я планирую вязать под куртку носить поэтому вверх будет вот красивый да а вот этот треугольник будет внизу под короткой просто лицевой гладью ну мне кажется довольно неплохо должно получиться вот такая у меня задумка буду пробовать вязать начинать хочу снять для вас мастер-класс показать самое начало как вводить этот узор поскольку он пойдет от угла и нужно будет постепенно его вводить нужно будет это все показать ну вот как у меня получится у нас сейчас пока тепло на улице три дня вот сегодня среда четверг пятница 27 прям как бабье лето такая жара у нас уже с субботы холод идет дожди грозы и мы поэтому очень стараемся быстро выкопать картошку вот у меня теперь немножечко опять время забирает дача наша но наверное я на следующей неделе начну его вязать и снимать мастер-класс скорее всего также по детскому костюмчику я сделала уже все расчеты вам говорила что буду вязать тоже начну в ближайшее время снимать мастер-класс это вот такие у меня планы джем не джемпер свитер дочи вяжется очень классное полотно получается следующий раз обязательно постараюсь вам по показать так ну здесь значит все что я вам хотела рассказать теперь хочу показать вам немножко своих покупок здесь они у меня стоят вот девочки конечно же уже большинство вязальщиц эту штуку для себя приобрели давным давно для меня все как-то вот не дошло руки не доходили все давно хотела и как-то не не очень дешевая эта вещь но в то же время она очень нужная и тут с мужем посоветовалась я горююсь начинается сезон мне вот такая вот штука такой держатель просто необходимым год ну тогда заказывай конечно раз тебе нужно для работы никаких проблем нет вот муж меня поддержал и мы заказали смотрите какая прелесть держатель для пряжи для тех кто не знает очень удобно можно как бобинную пряжу поставить так и моточную я выбирала еще наверное в начале лета хотела заказать выбирала разные варианты и тут мне подписчица прислала видео небольшое в личку она заказала такой держатель на wildberries и в общем я полезла искать и нашла по отзывам очень хорошие были отзывы что все хорошо крутится ничего нигде не тормозит нет все отлично в общем да смотрите прям вот здорово вот за ниточку сейчас если возьму сейчас я распущу и за ниточку если я буду вязать вот отлично прям отлично все рада я своей покупке этой новой конечно же буду пользоваться обязательно поскольку сижу вечером вяжу у меня моточек лежит на столе за компьютером обычно я вяжу и он как правило падает у меня со стола мне это очень не нравится и нервирует так теперь что у меня здесь стоит у меня стоит здесь бобинка которую я тоже купила на wildberries когда покупала это держатель в рекомендованных вышла вот эта бобиночка я давно хотела взять пряжу с пайетками тоненькую чтобы куда-то добавлять ну в общем понравился цвет понравились отзывы тоже посмотрела почитала и добавляли ее в некоторые работы девочки показывали там фотографии мне понравилась эта ниточка я решила ее заказать на упаковке были вот такие обозначения вес 100 грамм длина 600 метров производитель китай так ну и вот в общем вот так с 10 артикул цвет белый пряжа с пайетками вот такая вот была этикеточка там тоненькая ниточка да я так и хотела чтобы просто как добавочную куда-нибудь использовать и пайетки сейчас вам постараюсь показать они смотрите вот такие малюсенькие здесь ненавязчивые очень классные большие пайетки пайетки я не люблю не знаю почему а вот маленькие мне нравится даже в детских изделиях где-то использовать очень здорово будет а какие-то вставочки в джемперах допустим делать будет классно мне кажется ну вот заказала такую бобинку и буду с ней работать буду вам все показывать обязательно так теперь немножечко отвлекемся я хотела рассказать вам о поступлении моей старшей дочи многие просили и спрашивали в личку писали все лето куда ксения ваша поступила как у вас дела мы поступили конечно это такой был процесс очень нервный волнительный не знаю мы сможем чуть не посидели если честно девочки нынче была одна волна поступления в университетах то есть один шанс вот если ты неправильно подал документы допустим не то что неправильно 11 до 11 числа нужно было подавать согласие мы выбрали пять направлений в одном вузе пять в другом и нужно было нам определиться до 11 числа на какое направление подать согласие и вот мы подали на одно из направлений где у нас по приоритетам больше вот нам нравилось она хотела именно туда поступить подали согласие ну и и начали ждать соответственно дети тоже подавали согласие и вот мы смотрели было 25 бюджетных мест всего лишь на то направление конечно же мы хотели попасть на бюджет но последние года в школе когда нас начинали морально готовить к ЕГЭ нам говорили что нереально сейчас поступить на бюджет в наши университеты особенно в те которые мы с дочей выбрали поскольку у нас мы из Томска и наши три вуза очень сильно котируются ценятся по России все дети с России из-за границы подают сюда документы конкурс просто бешеный и в общем наверное последние четыре года у нас с поселка дети медалисты не смогли на бюджет никто пройти мы уже так настроились что я говорю Ксения если не пройдем пойдем платно но закончила школу с золотой медалью обидно куда-то в колледж какой-то идти да конечно в колледже тоже образование дают но нам нужен был вуз однозначно поскольку она готовилась она была настроена на вуз и решили так подали значит мы документы нам позвонили с одного из двух университетов предварительно сказали у вас здесь большие шансы будете к нам согласия подавать или нет мы были настроены на другой университет и на свой страх и риск там отказались подали согласие здесь в самый престижный университет нашего города и он в топе десяти университетов России то есть очень престижный в него его хорошо финансирует наше государство ну и соответственно сюда очень много едет поступать иностранцев на пять направлений мы подали согласие мы подали на инноватику инноватика связанная с экономикой то есть бизнес вуман будет доча у меня и сидели одиннадцатого числа когда уже последний день был прием документов нам позвонили что до двенадцати продлено ночи прием согласий вот этих сидели постоянно обновляли мы страницу и когда одна минута первого пробила мы видим что отключилась девочки до сих пор такое волнение я не могу аж говорить в общем из двадцати пяти мы получились тринадцатыми мы попали по середке на бюджет это вообще мы поверить в это не могли я на следующий день позвонила приемную комиссию мне подтвердили что да Ксения ваша поступила поздравляем и все теперь можно выдохнуть мы студенты готовимся к учебе будем учиться в Томском политехническом университете на направлении инноватика все хорошо сейчас у нас решается вопрос единственное по общежитию поскольку от нас очень далеко ездить общежития нашим детям не положено мы находимся в 30-ти километровой зоне от города 15 километров у нас и в общем не положено таким детям общежитие только за 30 километров сейчас решается вопрос написали мы заявление поскольку у нее по состоянию здоровья она не сможет зимой по морозу ездить сказали что постараются нам пойти на встречу и к концу месяца нам дадут решение скажут по поводу места но очень надеюсь что мы попадем иначе нам придется решать вопрос с квартирой вот ну вот такие дела девочки поступили конечно очень это все было волнительно и тяжело и столько переживаний параллельно у нас карантин и дочь сильно болела и вот такой нелегкий август у нас выдался но слава богу все позади все хорошо дочь потихоньку поправляется конечно нужна будет реабилитация сейчас уже посетили врача-аллерголога будем лечиться длительный процесс примерно полгода восстанавливать ее ну ничего страшного самое главное что она идет на поправку и мы сможем учиться ну вот такие дела кто спрашивал вам хотела кратко рассказать но настолько это все волнительно для нас на самом деле это было мы шли очень долго к этому готовились дочь очень тщательно готовилась и с репетиторами и сама и ЕГЭ старалась сдавать сдала довольно хорошо лучше всех из нашей школы поэтому очень хотели поступить мы конечно в университет и слава богу что все у нас получилось так ну что рассказала вам в принципе на сегодня все свои новости сейчас я пойду еще заниматься закрутками сегодня буду закручивать резанные помидоры с луком это самый любимый зимний такой как сказать зимняя засолка помидор у моей дочи старшей я говорю если попадем в общежитие будешь брать с собой баночки я сейчас вам быстренько вставлю ролик как это буду готовить а внизу под видео вам дам рецепт кто не знает куда девать помидоры у кого их очень много и вы уже наделали разных заготовочек попробуйте еще мою я думаю она вам очень понравится мы каждый год такие помидорки солим на сегодня буду заканчивать всем огромное спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео всем до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч